Итак, мы с вами зарегистрировали аккаунт в системе JustClick. Сейчас я нахожусь в личном кабинете. Первым делом, что я советую здесь сделать, это привязать ваш магазин вот этот к вашему домену. Потому что сейчас, обратите внимание, адрес вашего магазина выглядит вот таким образом. То есть нечто, что вы сами придумали, .justclick.ru. Это не очень солидно, и более того, ни одна практически платежная система нормальная не захочет заключать с вами договор на прием оплаты от ваших клиентов. Поэтому здесь у нас сейчас задача в том, чтобы привязать вот этот магазин к своему сайту. Чтобы, например, вот у меня есть мой основной сайт blogstartlesson.ru, чтобы у меня магазин находился по адресу, допустим, shop.blogstartlesson.ru. Вот мы сейчас этим и займемся. То есть вы будете привязывать магазин JustClick уже к своему домену. Так, первое, что нам нужно сделать, это, естественно, создать под домен такой. Поэтому заходите в панель управления своим хостингом. У разных хостинг-провайдеров она будет выглядеть по-разному, но смысл здесь один и тот же. То есть вы сначала заходите в настройку конкретного сайта, с которым вы сейчас будете работать. Если он у вас один, то никуда даже заходить не нужно. И сразу ищите пункт под домены. Создаем под домен. То есть заходим сначала туда и здесь придумываем под домен. Вот он у меня, например, будет shop. Нажимаю добавить. Система приняла мою заявку. Вот у меня появился под домен. Сейчас нужно примерно 1-2 минуты подождать, пока он станет доступен. Хотя на некоторых хостинг-провайдеров могут быть такие проблемы, что вот эти DNS-записи, они обновляются достаточно долго. И вы, может быть, даже несколько часов будете ждать, пока у вас вот этот поддомен заработает. Сейчас я попробую его набрать в строке. Вот если выдается, что сервер не найден, значит он еще не работает. Поэтому нужно ждать, пока вот здесь будет выходить уже какая-то приветственная страничка от хостинг-провайдера, что вот он, этот самый поддомен. Сейчас я подожду эти 2 минуты и уже включусь, когда такая табличка появится. Итак, вот у меня прошло где-то 2-3 минуты. И я вижу такую страничку, что написано, что это заглушка для поддомена shop.blogstartlesson.ru Все, когда у вас поддомен тоже заработал, можно двигаться в Just Click и здесь переходить на пункт «Мой магазин». Здесь спуститесь в самый низ, в левом меню есть пункт «Привязать домен». Кликаем по нему. И здесь у нас идет большая инструкция, что нужно сделать для того, чтобы домен у нас привязался. Здесь не будем так глубоко все это читать. Я вам просто покажу, что нужно сделать, и вы сразу сами это все увидите. Так, то есть нам нужно зайти в панель управления вашим сайтом и найти такой пункт, как «Настройка DNS записей». Он всегда есть в любой панели управления любого хостинг-провайдера, поэтому внимательно просто поищите «Настройка DNS для вашего сайта». И вот здесь уже сам интерфейс может отличаться, но смысл будет всегда один и тот же. Вам нужно найти так называемую CNAME-запись. Мы должны добавить CNAME-запись. Сюда вот мы пишем, где левая часть получается название под доменом, в моем случае это shop, а в правую часть мы должны прописать justclick.ru. Прямо так же, как они дают вот тут вот. Видите, имя мы пишем shop, тип записи CNAME, и вот назначение justclick.ru. Мы ее добавляем вот таким образом. То есть здесь shop, здесь justclick.ru. Нажимаю «Добавить». Так, все, вот она у меня здесь добавилась. То есть имя shop, тип записи CNAME и justclick.ru. Так, теперь нужно сделать следующее. Возвращаемся в личный кабинет justclick, спускаемся вот сюда в самый низ, и сюда прописываем вот этот наш домен shop.вашсайт.ru. Там или .com, не знаю, какое вы сделали. Так, вот таким образом. Так, я думаю, даже без HTTP надо указывать просто вот так. Нажимаю «Проверить». Так, все, он пишет, что «Окей». Ставим галочку, нажимаем «Привязать». Так, все, элемент добавлен. Теперь вот здесь его включаем. Он изначально стоит как выключенный. Нажимаем «Включить». Все, включили. Теперь нужно попробовать обновиться и проверить, появилось ли у нас здесь что-нибудь. Так, пока нет. Ждем. Опять же, нужно подождать какое-то время, чтобы justclick с поддоменом уже соединился. Так, попробую еще вот таким образом. Нет, пока еще старый вариант. Так. Итак, после очередного обновления у меня уже вместо заглушки от хостинг-провайдера выходит вот такое сообщение. Упс, страница с таким адресом не существует. И видите, да, это уже сообщение именно от justclick. То есть это означает, что мой домен привязался к моему магазину в системе justclick. Теперь остается только в самой системе justclick создать этот магазин, потому что он еще не создан, и привязать его к этому домену. Делается это следующим образом. То есть мы возвращаемся в личный кабинет, заходим вот сюда в раздел «Сайты и страницы». добавляем новый сайт, даем ему название, например, продукты Евгения Попова, допустим. Выделяем вот этот поддомен, что мы, получается, создаем сайт именно под этот поддомен. Здесь в копирайт, если хотим, можем прописать все права защищены, допустим. И П такой-то, допустим, Попов и М2013. Можно, конечно, поискать, как правильно вот формируется копирайт, и здесь я точно не вспомню сейчас. Допустим, пусть еще вот так будет. И нажимаем «Сохранить». Все, у нас сайт добавился. Вот этот сайт, который здесь идет по умолчанию, его, в принципе, можете удалить, чтобы он вам не мешался. Вот, если не мешается, можно оставить. Но факт в том, что вот он появился у нас, новый сайт инфопродукта Евгения Попова, и он привязан вот к этому поддомену. Так, и теперь, если я, допустим, обновлю здесь страничку, то у меня здесь должна быть, да, видите, главная страница моего магазина, мой магазин. Все, вот таким образом, и обратите внимание, здесь вот копирайты тоже прописались. Вот таким образом мы привязываем уже JustClick к своему домену и делаем так, чтобы он здесь работал. На этом мы здесь остановимся, а в следующем уроке уже попробуем создать первую страницу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok